на наш круглый стол мы собрали следующих участников да у нас ключарь собора секретарь епархии отец николай артемов будет вот так же клирик собора который большой опыт исповеди тоже имеет священник виктор мешка из штутгарта другой приход викариатство наша по сути да это отец илья лимбергер клирик свято-николаевского храма города штутгарта священник нашей епархии теперь отец николай карпенко из мюнстера и ведущим сегодня будет анастасия лимбергер которая будет задавать вопросы соответственно которые мы и будем обсуждать дорогие отцы мы благодарим вас за готовность участвовать в этом круглом столе отец варфоломея уже немножко объяснил как родилась эта идея она родилась по поводу конечно это только повод и не причина того что приехало очень много украинцев за последние полтора года которые очевидно у нас очень общая форма благочестия какой-либо литургической жизни мы не чувствуем никакой существенной разницы но у них все-таки друг несколько другой навык в исповеди то есть они когда приезжают сюда ожидают что например у нас исповедуют на протяжении всей литургии наши священники им иногда даже с какой-то досадой объясняет что нельзя играть одновременно на двух инструментах и получается что на самом деле в этой разной практике проявляются и разный подход к этому таинству и вчера стали уже задавать вопросы об исповеди и было видно что это такая тема которая многих волнует и многих возникают вопросы но мы конечно не первые кто это заметили кто заметил что есть над чем подумать может быть кто-то помнит из вас этот эпизод из жизни преподобного порфирия кавсакалевита нового преподобного где он рассказывает сам про себя меня сделали духовником уже через два года после рукоположения пресвитера то есть в греческой практике так что они не каждый священник 1 автоматически принимает исповеди а для этого есть меня сделали духовником уже через два года после рукоположения вопросе пресвитера я был еще молод глупеньким бедный был я был не образован не знал правил духовника у меня лежала книга руководство к исповеди преподобного никодима святогорца например человек мне открывал какой-нибудь тяжкий грех я смотрел в книгу там было написано 18 лет не причащаться тогда у меня еще не было опыта я однозначал эпитемии согласно правилам что было написано в книге являлась для меня законом постепенно стали приходить и на следующий год когда я спрашивал их как давно ты не исповедовался они мне отвечали да батюшка как в прошлом году я у тебя же исповедовался и что я тебе сказал ты сказал мне делать по 100 поклонов каждый вечер ты делал их нет а почему а потому что ты батюшка мне сказал не причащаться 18 лет я подумал что если уже я все равно погиб и осужден на муки то какой смысл все это выполнять и не стал ничего делать тогда я подумал что я здесь делаю и стал мудрее духовник имеет власть вязать и решить я одно понял что когда кто-либо познает христа возлюбить его и будет возлюблен им тогда все становится прекрасным святым радостным и легким так что преподобный порфирий сам признается в том что у него самого как у духовника было некое развитие в том как он принимал исповеди естественно каждого человека тоже есть определенное развитие в том как он исповедуется и теперь значит план это этой части семинара такой что я бы попросила каждого из священников поделиться некоторыми своими мыслями вот на эту тему исповедь как площадь или как почва для духовного возрастания потом я буду задавать некоторые вопросы а потом конечно будет возможность задавать свои вопросы вам и так может быть начнем с отца николая с ваших мыслей я благодарен потому что имел возможность сегодня исповедоваться это не часто не всегда бывает для священника даже а а тем более для некоторых матушек их детей потому что священники не должны исповедовать свою собственную семью я исповедовался у того священника который сегодня был младшим по моему он и так более-менее младший у нас и мне кажется что это достаточно тоже должно заставить задуматься когда мы старше и когда мы младший вот мне сейчас дали слово как старшим а может я младший первое что я думаю это что когда мы приходим на исповедь мы говорим не священнику исповедь это потрясающая возможность говорить с богом если мы конечно к этому готовы и поэтому мы должны отвратиться от того чтобы коситься на того кто принимает исповедь а это совсем не просто потому что мы так привыкли коситься на кого-нибудь и считаться с мнением кого-нибудь что открывать свою душу до дна кому попало и вот была исповедь среди христиан общая это просто более духовно воспринималось потому что люди готовы были на следующий день как мученики идти на смерть и поэтому это было если согрешил открываешь свое сердце перед церковью церковь от нас ожидает абсолютной откровенности абсолютной честности но это очень трудно и вот есть много препятствий барьеров которые у нас в душе от которых исповедь может нас отучить в частности в этом журнальчике немецкому журманчике вершмал фарт тесный путь называется очень много там по-моему 87 или 90-100 этих журналов вот там сейчас про исповедь было очень интересное одно одна брошюра которая издана одним монахом румынской церкви но стоит и это как бы ну вот воспринимать как опыт человека нынешнего духовника со своим духовником я на это сейчас на этом остановлюсь и кто там дальше по я чуть-чуть подольше должен буду сказать поскольку задание я так понял вопрос или тема это духовное развитие высповедь но для того чтобы приблизиться к этой теме мне придется очень вкратце несколько пунктов таких назвать где исповедь не способствует духовному развитию или даже препятствует ну во первых я хочу сказать что исповедь у нас церкви является одним из двух таинств которые которыми пользуемся постоянно в отличие от венчания которым пользуемся это может два-три раза в жизни да четыре некоторые но евхаристия и исповедь у нас как бы сказать постоянно то есть это то чем церковь живет дышат там и так далее и в то время как евхаристия ну достаточно понято вот особенно мне кажется в двадцатом веке да достаточно воспринято и мы ну по крайней мере те кто интересуется естественно этими вопросами мы понимаем что мы там делаем и чем мы там занимаемся когда мы приходим на литургию то вот с исповедью немножко иначе дело обстоит и я вот затрудняюсь ну даже назвать ну больше пяти каких-то трактатов об исповеди ну даже если пять назвать то туда уже включится и никодим святогорец ну вот буквально на пальцах одной руки можно пересчитать что было написано об исповеди и ну а в двадцатом веке ну мало скажем Антоний Кроповицкий конечно писал там быстрее надо окей хорошо вот мне кажется что это таинство не осмыслено оно воспринято но не осмыслено и нам непонятно в точности с какой целью мы приходим на исповедь что там должно произойти что мы какой результат нашего подхода на исповедь какова в точности роль священника в чем отличие отпущение грехов на евхаристии на исповеди или сходство вот мы говорим причащается рабожий восставление грехов его и в жизнь вечную а тут не совсем это по-моему разработано как готовиться к исповеди причем эти вопросы можно ставить как верующим так и священником да вот священник например с какой целью он там стоит и выслушивает это все что какой результат он ожидает от вот от этого процесса и на деле бывает так что со стороны верующих происходит ну во первых повторения их обычных списков все приходят с этими бумажками и вот этот список он повторяется уже можно предсказать в некоторых случаях что на этом списке будет написано и с этим списком этому списку сопутствует ощущение отсутствия движения вот человек я очень часто сталкиваюсь как люди приходят и говорят я 10 лет 20 лет 30 лет исповедую я никуда не двигаюсь это все одно и то же да просто какая-то скука и насвещение которое эта скука распространяется бывает так что вот я может быть такую какую-то сказал вещь непривычную что исповедь может наоборот препятствовать встреча с Богом встреча с собой тем что она стабилизирует ну данное положение да вот человек поругался ну к примеру очень простые вещи я сейчас называю есть гораздо более глубокие сложные поругался в семье исповедовался поругался исповедовался получает определенное облегчение на исповеди ему как бы типа прощено и и таким образом замораживается то положение в котором он находится да и нету выхода из этого какого-то круга вот с этим мы как исповедники я думаю сталкиваемся достаточно часто вот со стороны священников я могу привести такой пример во время ковида в некоторых приходах и епархиях я знаю в России здесь за рубежом исповедь была запрещена на священном начале даже в каком-то смысле по-моему даже то есть не было личной исповеди и как-то вот к концу уже вот этого всего ковидного времени у нас была какая-то встреча священников несколько священников были то ли какие-то отпевания было в общем что-то такое произошло и я присутствовал при таком разговоре когда батюшки говорили ну слава богу как хорошо наконец-то мы избавились от этих вот бесконечных одно и то же одно и то же да я думаю боже мой вот что до чего мы дошли да что священники настолько вот не не воспринято ими что они там делают для чего они там стоят что они там слушают это все время да что вот такая скука начинается кроме того в нашей современной ситуации тот способ принятия исповеди и ну вот это весь процесс он конечно является полным перегрузом да это тоже по моему какая-то проблема да когда стоит у тебя сто человек на на в очереди что это за исповедь это что такое разбитие какое-то да то есть какое-то духовничество там об этом не может быть и речи тогда чем мы там занимаемся тоже ну вот у священника тоже то есть я сейчас со стороны священника говорю отсутствие ощущения какого-то продвижения вперед что-то ну как какая-то что-то должно происходить вроде как да какие цели мы себе ставим я возвращаюсь к этому вопросу оно не происходит ну и конечно вот такой некоторый соблазн власти вот для священника вот сегодня по-моему кто отец Фома кажется такое вот замечание сделал что говорит если мы будем посылать наших верующих к психологу то мы же не знаем что там произойдет мы не знаем этого психолога ну простите ну мы не знаем ну и что да человек свободен в конце концов почему нельзя ну доверяем человеку да или не доверяем что это за недоверие такое да почему мы должны контролировать да как священники почему мы должны контролировать там каждый шаг а вдруг он там не туда шагнет не туда там пойдет кто нам дал такие полномочия вот ну вот это вот я думаю что определенная проблема все таки вот в этой в этом взаимоотношении тоже возникает ну там еще есть я сейчас очень коротенько хочу сказать да ну и ну ладно это я не ответил не буду вдаваться лучше может быть потом с вопросами вот что делать да вот теперь я перехожу собственно говоря к заданной теме и я хотел бы предложить вот в качестве ну вот вам всем да и собратьям по духовничеству и вам как опытным так сказать людям которые приходят на на исповедь и имеют уже 10-20 лет это в общем достаточно между прочим когда ты поступаешь на работу то у тебя год вырабатывания да потом ты уже считаешься так сказать профессионалом в своем деле в своем деле а тут у нас все таки уже многие и 10 и 20 и 30 лет этим занимаются так что вы все в общем то профессионалы этого дела и вот я хочу вам предложить такую модель понимания исповеди что на ней происходит и может быть с помощью этой модели такой вот такой мы можем ну какой то ориентир ориентироваться в этом в том что мы собственно там делаем вот модель такая трехчастная значит моей точки зрения исповедь состоит из трех таких плоскостей одна плоскость одна плоскость направлена на прошлое вторая на настоящее третье на будущее вот на прошлое направлена та плоскость исповеди которая занимается ну прошедшими тяжелыми грехами вот отец Николай упомянул исповедь перед всей церковью но конечно там все таки я думаю речь шла не о том чтобы раскрыть свою душу до конца и до каких то своих глубин а просто рассказать о том что ты делал до того как ты стал христианином или в случае если ты тяжело провинился какой то тяжкий грех совершил да а не просто там подумал или почувствовал или еще что то там посмотрел не туда или еще что то в этом роде то есть исповедь которая направлена на прошлое она призвана примирить человека с Богом с самим собой с церковью чтобы он мог просто нормально свободно и жить на высоте своего своей радости что ли да вот это та плоскость которая исповеди которая направлена на прошлое исповеди которая направлена на настоящее это когда человек уже ну прошел вот эти первую плоскость в каком то смысле да они три ну они все время как то соприсутствуют естественно да но тем не менее есть все таки акценты определенные то есть когда у человека нету в прошлом уже не осталось каких-то тяжелых неисповеданных грехов и он их не совершается настоящим то на исповеди речь идет о самопознании вот я бы так такое предложил бы да это именно то то раскрытие своей души для себя самого и для Бога вот это вообще двуединое такое движение когда человек двигается к Богу и к себе это в каком то смысле ну одно и то же да и в этом исповедь очень может хорошо помогать и поэтому человек который уже все свои старые грехи исповедовал хорошо если он воспользуется исповедью именно как таким движком для процесса самопознания вот а есть еще третья плоскость это исповеди которые направлены на будущее вот внутри моей модели да и она заключается в том в какую сторону человек двигается да то есть что он хочет собственно говоря в своей духовной жизни осуществить к чему он хочет прийти какую любовь какую какое желание какое взаимоотношение с Богом с своими близкими самим собой он хочет развить и на этой плоскости человек должен ответственно и самостоятельно может быть с помощью духовника но тем не менее это его такой творческий как бы труд над самим собой определить те или иные цели своего развития и к ним двигаться и тогда исповедь уже будет для него выглядеть не как перечисление вот этого списка нашего стандартного да а как ну что ли называние того тех событий что ли или движения его души которые отклоняют его от поставленной им цели да и тогда исповедь может быть очень короткой она может быть вот ну чрезвычайно как бы короткой и емкой и служит движению вперед это такой движок вперед ну вот вот такое вот я бы предложил вам если бы я был бы очень рад если бы вы могли это обсудить недавно прибывший священник с Украины и наверное и наверное вопрос исповеди практики украинских приходов мне известен и могу выявить причину наверное и посоветовать как можно от этого избавиться исповедь по записке либо перечисление сугубо грехов ну я всегда объясняю это тем как что есть два виды исповеди людям новоприходящим формально это когда человек причисляет грехи выписанные на листик как бы считая долгом с ним перечислить и и искренне от чистого сердца когда человек рассуждает и ищет корень возникновения того иного греха либо порока когда много людей приходят на исповедь и священник желает каждого допустить к причастию уделяет очень мало времени при этом обращаясь к прихожанам неоднократно чтоб они приходили на вечернюю либо выделяли какой-то день согласовывая со священником для индивидуальной первоначальной исповеди да как бы может быть вводной тогда у священника есть больше возможности уделить времени на исповедь ответить на вопросы и выработать алгоритм исповеди как бы объясняя но из-за того что не хватает времени у людей приехать чуть-чуть раньше либо приехать на вечернюю из-за этого возникает и трудность уделения внимания священнику каждому в отдельности вот такая точка зрения мнения а что касается исповеди у каждого священника свой подход к исповеди затрагивая те или иные моменты жизни человека и он наверное использует свой опыт исповеди к которому он пришел у своего духовника либо позаимствовал из святых отцов вот с книг духовных но каким бы опытом священник не владел если человек не слышит просьбу и не желает как-то что-то менять в своей жизни это будет очень тяжело внедрить тут нужно помогать священникам со стороны мирян прихожан приходить на вечернюю и либо выделять ради себя время согласованное со священником для духовных бесед вот как-то так благословите благословите священные отцы я хотел бы сейчас сказать совершенно другом аспекте исповеди так называемые даже исповеди это имеет такой духовно-психологический аспект когда люди приходят кресту и каналою но они в принципе не собираются даже каяться они приходят просто за советом им нужно просто утешение им нужна помощь и часто сейчас слышно мы в таких случаях рекомендуем людям которые просто пришли перечислили какие-то рядовые заученные или где-то выписанные грехи и после этого которые переходят чисто к каким-то мирским беседам мы таким людям назначаем беседы да мы понимаем человек нуждается в утешении поддержки но это не является поводом для того чтобы занимать очередь когда люди на самом деле хотят покаяться когда люди готовятся причастию таких случаях я просто прошу вас из нашей же практики подходите к священнику договаривайтесь конкретно на беседу нету нету возможности или нету необходимости хотел сказать как раз в таком духовно-психологическом аспекте так называемой исповеди которая на самом деле не имеет ничего общего с исповедью а просто имеет своей целью получение какого-либо житейского совета ну отцы спасибо вам за я надеялась что на такой простой заголовок будет именно четыре совершенно разных ответа и подхода и так оно получилось отец Николай и отец Илья очень по-разному но задали в основном сами много вопросов или выразили какое-то свое недоумение после 30 или 40 лет священства по-моему это само по себе уже много о чем говорит отец Николай я бы хотела у вас переспросить конечно Карпенко и с этого где-то уже начать эту нашу общую дискуссию и при этом конечно я надеюсь на то что остальные отцы будут где-то тоже включаться или выражать свои возражения может быть вот вы сказали что такая формализация исповеди такая формализация исповеди она происходит в основном от того что у священника нет времени там он перед литургией у него полчаса и 50 человек стоит и он как бы должен мое это очень много поэтому уделить каждому качественную исповедь либо беседу у него просто физически не получается мы приезжаем за час за полтора до начала литургии приезжаем еще раньше с учетом того что мы знаем что будут люди приезжающие с дальних концов города либо соседних городов чтобы уделить им внимание но и есть люди которые проживают в самом городе и простите меня ленятся приходить на исповедь во время вечерних где у священника может быть больше есть возможности уделить времени вот как то так да ну какую цель тогда они себе ставят такой исповедью это надо спросить у людей ну или иначе спросить это я полагаю что это люди в основном которые приезжают даже каждую неделю и тогда вопрос зачем это каждую неделю то есть тут явно священник может или каждую неделю исповедовать 200 человек таким образом или более редко но более качественно я это я ко всем вопросам это из своего опыта если новопреходящий человек в храм первый раз пришел я стараюсь ему как можно больше уделить времени чтобы в дальнейшем он смог правильно мыслить и подходить исповеди поэтому первоначально нужно объяснить как и что и делить внимание побольше а что вы имеете ввиду правильно но у меня подход вот такой я сразу делаю человек переходящий на исповедь изначально готовится к исповеди но может быть не имеет представления как она происходит у него страх может быть я сразу же даю выбор человеку есть два вида исповеди формальная и искренняя но формальную я бы хотел бы не затрагивать поэтому мы говорим давайте чуть о другой исповеди поэтому сам призываю человека выбрать другой вариант лучше мне кажется что тут стоит немножко углубиться в этот вопрос что имеется ввиду правильно то есть это ко всем вам на каком основании человек вы может быть советуете человеку испытывать свою совесть какие у него могут быть критерии конечно есть эти всякие разные списки всех возможных грехов и кто их читает например там в вечерних молитвах он где-то может быть может поставить галочку чуть ли не после каждого греха да это я делал да это я делал да это я тоже делал вопрос все таки если готовиться к исповеди то с какими критериями думаю что для многих тоже значит подойти к исповеди хотя это жалко это чтобы получить зеленый свет для того чтобы подойти к чаше это в разных на разных уровнях происходит не в последнюю очередь потому что отягощена по какой-то причине раз в неделю или раз в месяц или раз в десять лет совесть и человек хочет чтобы это было с него снято и тогда он может свободно подойти к чаше если такова цель тогда тогда мы можем достаточной мере исключить вопрос насчет развития потому что это просто зеленый свет и это может происходить каждую неделю можно это это во-первых рассуждение человека в какой из трех плоскостей он хочет в данный момент исповедоваться то есть он должен подумать было ли у меня в прошлом такое ну прошедший подотчетный период так сказать было ли что-то такое что в чем необходимо исповедоваться это первое второе он должен подумать в плоскости во второй то есть настоящего времени есть ли у меня что-то в чем мне нужна помощь познание себя что со мной происходит я не понимаю почему я действую так а не так да то есть какой-то через разговор попытка приблизиться к пониманию своих собственных душевных механизмов что ли да или поведенческих механизмов вот это второе и третье значит он опять-таки должен подумать в третьей плоскости есть ли у него какие-то духовные задачи ставит ли он перед собой какие-то духовные задачи и в какой плоскости из этих трех он ну акцентуировано то есть ну понимаете на какой из этих трех плоскостей он хочет поставить акцент в своей исповеди завтра или в течение какого-то этого года например там или еще как-то да и тогда по моему вот как раз можно обсудить как правильно подготовить то есть внутри вот такой модели да мне кажется что можно человек может рассуждать какие акценты в исповеди он в данный момент хочет поставить это требует ответственности вот мне кажется что тот способ исповеди который у нас так принят такой от фонарям более-менее да или по спискам таким они как раз снимают ответственность да вот это по моему какой-то у нас ядовитое такой вот процесс нашей исповеди что вместо того чтобы помогать человеку взять на себя ответственность за свою собственную душу за свою собственную духовную жизнь свое собственное продвижение какое-то да исповедь с него снимает эту ответственность да он как бы пришел на исповедь исповедовался по списку и он ни за что не отвечает найти по моему это у нас какая-то патология вот да свой микрофон у меня слышите да ладно я хочу сказать только одну шутку что если хочешь вычислить перфекциониста на исповеди это когда ты возлагаешь и петрахиль ему на голову он говорит батюшка я еще не дочитал а свой список нет который через 15 минут возвращается и говорит я забыл один грех это второй вариант да ну вот тут много что еще открывается а вот на это о ну отец николай ты прямо мне дал такую подачу я не могу я не воспользоваться значит тут идет тоже значит действительно наш способ исповеди предпочитает ну и фильтрует в каком-то смысле да это определенные психологические типы вот их два которые у нас ну как сказать пользуются большим предпочтением да вот это такой депрессивный тип то есть который выискивает свои грехи их там знает вылавливает там все свои мысли и мысли о мыслях вылавливает и и что он подумал а потом он подумал о том что он подумал и ну такой вот депрессивный обсессивный такой тип ну а второе это ну такой как это называется то ОКР обсессивно компульсивный то есть который который у которого все палочки должны быть параллельно чтобы все было в системе и каждое отклонение от этой системы это страшный грех там не знаю что и вот он приходит с этой системы которая должна все там клеточки быть квадратные да и вот эти два типа у нас как бы предпочитаются да вот они молодцы вот они правильно все делают у них там покаяние идет и так далее а люди которые не принадлежат к одному из этих двух типов они как бы остаются немножко да вот они не каются там или плохо каются или что-то они не знают о себе ничего да вот и они как бы такие немножко у нас второго сорта да вот я считаю что это тоже какой-то недостаток в нашей системе это со стороны священников как раз недостаток не со стороны людей а со стороны священников а в чем может быть опасность той самостоятельности к которой ты призываешь то есть я чувствую что я не занимался время просто не на опасности везде есть знаете жизнь полна опасности поэтому и там опасности здесь опасности так уж таков наш мир нет нет это надо для для лайв-стрим нет для лайв-стрим нет для лайв-стрима ну и это конечно ну и этого это связь исповеди с литургией которая в русской церкви и сербской церкви существует она от какого-то такого подхода насколько я понимаю что слова святого апостола Павла в послании Коринфянам «Кто ест и пьёт недостойно, тот ест и пьёт осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем», что эти слова святого апостола Павла толкуются достаточно узко и в применении к исповеди. То есть кто не исповедовался, тот рискует причащаться без рассуждения, а значит себе в осуждение. Это, так сказать, одна, можно сказать, крайность. Из неё, по-моему, происходит то, что надо исповедоваться непосредственно перед причастием. Другая, может быть, с точки зрения заключается в том, что сама литургия способствует примирению людей друг с другом и с Богом. Отец Илья это упомянул, что кто причащается, он причащается раб Божий. Такой это в отпущение грехов и в жизнь вечную. То есть что сама литургия способствует отпущению или прощению грехов. И другое, что святая святым, и с верою, со страхом Божьим и верою приступите. То есть все эти слова, они, в общем, выражают то, что сама литургия способствует примирению человека с Богом. И, следовательно, исповедь вообще никак не связана с участием в Евхаристии. Вот я бы как-то хотела вас спросить, и, может быть, у отца Николая, потому что как раз, ну, вы достаточно регулярно, вам приходится, или, в всяком случае, вы перед причастием упоминаете, указываете на то, что причащаются только те, кто исповедовались недавно. И получили на это благословение от того священника, у которого они исповедовались. Мне пришлось об этом говорить неоднократно, вот год назад или больше, немножко из раза в раз, потому что приходили просто толпы людей, совершенно незнакомых, это все изменилось со временем, которые приступали к чаше, вообще не зная, что такое исповедь и что такое чаша, в значительной степени. Это напоминает вот бывшие времена, что дают становить в очередь. Вот, ну, конечно, не совсем так, но все-таки. И даже до сего дня, я вижу, подходит человек, не буду говорить, по каким категориям мы это можем видеть, я говорю, когда вы исповедовались? Он говорит, ну, в лучшем случае, сегодня утром. У кого? Вот у отца Андрея. Ну, тогда ладно. Есть и другое, дьякон чуть не помер в тот момент. Человек мне сказал, что да, где-то в 1990-е, я ему сказал, это в прошлом веке. Но когда ты не знаешь, с кем ты имеешь дело, отдаленно хотя бы, и когда во время, ну, сразу после отче наш, надо обязательно выглянуть в предел, и там стоит 10, 20, 30 человек, ну, 30 я уже преувеличил, которые жаждут исповеди, у которых, наверное, есть причина, почему они опоздали и не могли вчера. Тогда надо говорить такие вещи. Просто чтобы люди знали, что есть альтернатива какая-то, да. И с другой стороны, где-то я недавно даже это слышал, нет, ага, это было в Копенгагане, а там этот вопрос опять обсуждался, да. Можно ли подходить к чаше, не исповедуясь именно в предыдущий вечер? Можно приходить к чаше, не исповедуясь в предыдущий вечер? Если ты об этом как-то известил всё-таки священника, который отвечает за то, что он делает с чашей. И когда приходят люди, которые говорят, нет, я вообще не исповедовался, или я первый раз вообще подхожу к неисповеде, к чаше он первый раз подходит, тогда я стою в тупике, потому что я понимаю, что он, может быть, придёт, и потом у него будут проблемы, или сейчас у него уже проблемы, во всяком случае у меня эта проблема. Я никогда не забуду это лицо, это умоляющий, просящий взгляд на Пасху человека довольно рослого, который, когда я ему сказал, вы не исповедовались, нет, не исповедовались, я говорю, приходите на исповедь, я же не знаю, может быть, он там прелюбодействует, ты не знаешь, что-то такое, да. Я ему говорю, вы знаете, не могу, Господи, да пусти меня, я хочу причаститься, я говорю, нет, нет. Это было страшно, потому что, вы знаете, и он так умолял. Многие из вас его знают. Я его потом встретил, год спустя, два спустя, не помню, три, потом так случилось, что посмотрел, как-то мы с ним говорили, я смотрю на него, думаю, священник же, он сейчас наш священник в Избадене, это отец Валерий Михеев. Я даже не, ну, я помню его лицо, но я как-то это не связал тогда, и в тот момент я ему отказал, и он не жалуется. Это очень странно, да? Мы не можем ни плюс, ни минус, ни так, ни эдак сделать вот эти серпантины, восхождение на гору, или этот фурниколор, который едет, или какая-то ещё вагонетка. Мы не можем. Это от разу к разу всегда что-то очень, иногда и живое, а иногда очень и тяжёлое. Ты встречаешься лицом к лицу, ты смотришь в глаза человеку, ты не знаешь, быть может, он и врёт, да? Всё, что угодно может там быть, а я держу чашу. Это такое сложное дело, скажи что-нибудь. Он рад в сути был. Я... Потом, да, да, да. Да, я могу развить немножечко тему беседу отца Николая Артёмова на стекаверзный вопрос относительно кому подходить, как часто подходить к исповеди, чтобы причаститься. Да, пожалуйста. Дело в том, что я тут мало, что могу рекомендовать. Есть традиция русской церкви, которая была основана уже очень давным-давно, до того, как мы с вами ещё даже родились, что примерно раз в месяц церковь благословляет нас исповедоваться. Это не в зависимости от причастия, а причастие — это великое таинство, и мы, безусловно, подходим к нему как можно достойнее. И поэтому я не вижу ничего плохого от того, что человек придёт исповедоваться. Да, есть разные практики, разные традиции, разных юрисдикций православных церквей. Но надо не забывать, что как таинство покаяния, так и таинство причастия, да, это есть таинство. И сатана будет всё делать для того, чтобы нас искушать, чтобы нам говорить, чтобы мы как можно реже подходили к тому, чтобы помыть свою душу. И поэтому я... Что произойдёт плохого с человеком, если он придёт на исповедь? Давайте пойдём от обратного. Я назвал несколько пунктов, что произойдёт плохого. Да, я сказал. Серьёзно, да. То есть я вижу в этом только большие плюсы, если человек всё-таки будет следовать какой-то пунктуальностью, благочестию, сохранять традиции той церкви, где он находится. Мы никого не заставляем из других юрисдикций следовать нашим традициям. Но если они являются такими нашими прихожанами, тогда, пожалуйста, для вашей же пользы, для вашего же спасения следуйте тем традициям, приходом которого являетесь. Кратко могу добавить. Внутрь скажу, внутрь. Практика церкви нашей также заключается в придерживании апостольских правил. И в правилах упомянуто о том, что каждую третью неделю желательно причащаться. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что и, ну, три недели, почти что месяц, если округлить, как раз повторяется мысль отца Виктора, хотя бы раз в месяц подходить на исповедь. Человек, подходящий раз в месяц к исповеди, может проводить анализ прожитой жизни, от исповеди до исповеди, что дает возможность человеку усовершенствоваться, выявлять ошибки и ставить себе цели, как можно искореняя достигать поставленного цели. Я чувствую, что вот эти я ерзает на стуле. Нет, я просто, нет, я немножко ерзу, правда. Но, во-первых, я действительно назвал несколько пунктов, которые могут быть вредны. Да, это снятие себя ответственности, это стабилизация существующего порядка, так сказать, да, вот, это, ну, какое-то закрытие через список грехов от себя самого. Тут могут быть такие, ну, очень, я считаю, вредные какие-то развития, да. Вот. Ну, а что касается традиции, то, ну, я еще застал время, когда я только-только вот стал вообще христианином, да, это в середину 80-х, когда в традиции русской церкви было очень редкое причащение, да. Мы только-только тогда, я помню, начинали вообще вот это развивать частое причащение под влиянием сербских наших братьев, богословов. Ну, ну, да, да, Иоанн Кронштадтский, конечно, но это были такие первые ласточки, можно сказать. Вот. Так что традиция в этом отношении сильно поменялась за последние годы, и действительно, когда традиция русской церкви состояла в том, чтобы причащаться раз в год от силы четыре раза в год, конечно, исповедь, она вот так была тесно связана. Но именно вследствие развития литургического богословия, как осмысления того, что происходит на литургии, именно во второй половине двадцатого века, да, когда люди потеряли все вследствие войн, революций, только литургия осталась, да, все церкви ушли, структуры разрушились, там какие-то, и так далее, и так далее, да, осталась литургия, люди собрались вокруг литургии, и тогда они, я думаю, что вот это подтолкнуло, да, какое-то историческое развитие, подтолкнули к тому, чтобы начать вдумываться, а что мы тут делаем, почему мы здесь собираемся. И это привело к тому, именно во второй половине двадцатого века, что повсеместно, не только у Иоанна Кронштадтского, но повсеместно, стали часто причащаться. А, и это вследствие осмысления, да, не просто вот так, да, а вследствие осмысления. Но одновременно стали часто исповедоваться, но уже не вследствие осмысления, а просто потому, что это подстроилось. Да, вот. Так что тут о традиции, ну, немножко сложно говорить, на самом деле, да. А должен ли священник тогда контролировать своих верующих? Ну, если он, так сказать, ну, они причащаются ежеведейно, должен ли он контролировать, ну, тех, я имею в виду, кого он уже знает, ну, тех, кто впервые забрел в церковь? Тут понятно, что он где-то должен понять, что это за человек. Но люди, которых он уже знает, которые приступают к причастию еженедельно или на той литургии, на которой присутствуют, должен ли он их контролировать, там, ты исповедовался или нет, когда прошлое и так далее. То есть за кем ответственность? За священником благословляет ли он его? Или за самим верующим? Да. У меня есть еще соображение на тему о том, что говорил отец Илья, что опасность замыливания исповедей, или то есть барьер, который исповедей, не такая же ли опасность, чтобы не сказать худшая опасность, это замыливание самого причастия? Да. Абсолютно. Конечно. Поэтому замылить можно все, что угодно. Я вспоминаю, что это, конечно, не исповедь, пишет там Достоевский в «Братьях Карамазовых», это откровение помыслов, которое, в общем, открылось через Оптину пустыни, что исповедь, являясь чем-то своеобразным по отношению к причастию, не должна убывать. И то, что ты сейчас говорил, мне показало, что, может быть, общение на тему об исповеди должно не происходить регулярно раз в год на наших семинарах, а, может быть, раз в месяц в нашем приходе, что на эту тему можно было бы собирать людей. Но у нас на каждую среду у нас после молебна есть беседа, и на этой беседе 10-12 человек максимум. Вот. Может, потому что священник такой скучный. Но это очень такая специфическая публика, которая собирается. А те, которые приходят так по-своему, они не придут на эти беседы, у них и времени нету, и сил, и чтобы слишком много этим всем заниматься. Поэтому списочек – это такая удобная штука. Тема сложная. Можно я спросить? Я, как мы говорим, живала в Венце, в Солонико, и я там исповедовалась примерно раз в месяц, иногда раз в три недели, иногда раз в шесть недель, а причащалась, ну, всё время так, как приходилось, по воскресеньям или если были праздники. Вы видите проблему в такой практике, или она, в принципе, была бы, ну, целесообразна? Вопрос замыливания причастия. В своё время я жил на Висбарденской горе с Владыкой Марком, тогда архимандритом, и был вопрос, как часто я причащаюсь. То есть ежедневное богослужение. И Владыка, тогда не Владыка, сказал, что раз в две недели. Мы более-менее этого и придерживаемся. И когда я видел просто людей, у которых сходили с рельс, в результате того, что они сперва считали, что они должны причащаться каждую неделю, а потом приходили к выводу, что они, если могут, причащаются на каждой литургии, на которой участвуют. Это превращается в какой-то такой жёсткий момент. И тогда плохо дело. Для себя я иногда... Я могу, конечно, петь там на клиросе, и потом прийти, дадить Петерахиль, Поручи, Филонии, причаститься у престола. Но я это иногда не делаю, потому что даже когда на клиросе всё в порядке, мне полезнее постоять на литургии и не причаститься. Не потому что я готовился или не готовился, а потому что это разные состояния, которые, мне кажется, полезны испытать. Я бы хотел свою точку зрения сказать по поводу, почему стоит исповедоваться хотя бы раз в месяц. Потому что человеку свойственно забывать о своих поступках. Когда человек имеет какую-то закономерность, что раз в месяц он подойдёт, и даже если напишет себе напоминание на бумажечке о своих мыслях, проводя анализ какой-то, но это неформально, это о каких-то именно поступках, где он делал это обдуманно, и потом обдуманно признаёт о том, что это ошибочно было сделано и хочет принести покаяние. Мы сначала хорошие прокуроры себе, а потом становимся хорошими адвокатами, смотря на окружающих, что на фоне других мы не совсем там и такие плохие. И оно забывается. Поэтому всё-таки какой-то стимул и правило должно быть к тому, чтобы приступать к исповеди, чтобы можно было следить за своей духовностью. А что можно сделать для того, чтобы это наладить? Ну, священник это делает. Он напоминает людям и своим словом лишний раз побуждает задуматься и проанализировать, что у него на сердце лежит. Я боюсь, что у нас действительно нас очень поджимает время. И потом будут всякие вопросы, у меня уже есть написанные, я полагаю, что там тоже они есть. И я хочу сказать, я упомянул откровение помыслов, это же совершалось в монастыре каждый день. То есть священник, духовный отец, он выслушивал своих послушников ежедневно. Подумаем о том, что такое неделя, что такое две недели, что такое четыре недели. это совершенно другой уровень духовной интенсивности, просто чтобы было понятно, что это такое. Мне кажется, вообще нельзя сравнивать. То есть, по-моему, это не имеет к исповеди такого прямого отношения, потому что, во-первых, послушников у него там не сто человек стоит, а десять, может быть. Во-вторых, они живут одной жизнью. Вот это, мне кажется, самое главное. В приходе мы все-таки с вами не живем одной жизнью. Ну, я имею в виду житейской. Мы не работаем вместе, не сеем, не жнем вместе. А каждый более-менее сам живет, а тут мы собираемся в церковь. Это наше священнейшее собрание. В то время как в монастыре совсем другое дело. Они живут все одной жизнью. И это тут совсем другой, вообще другая сфера бытия. А, я все-таки, да, ну, прежде чем, если у нас будет время, то я, конечно, перешел бы к Дантину. Так, чтобы немножко просто вас повеселить. Но я бы хотел все-таки задать вопрос. А как вам, батюшки, и вы все эксперты в исповеди, да? Как вам все-таки вот моя модель? Можно ли в ее рамках, то есть чувствуете ли вы, что вот в это таким образом такое осмысление, оно могло бы вам помочь как бы осмыслить себя, ваше место в процессе исповеди, и может ли она вам, эта модель вам помочь думать о себе дальше, и выстраивать свою исповедь соответствующим образом? Это вопрос. Это вопрос. Или это просто какое-то мое ненавазумение. точнее, модель анализа прошлых грехов, настоящих и будущих. Нет, 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 стоп, стоп, стоп. Не простите, и будущий анализ... Будущих грехов мы еще не можем. Да, цели поставить. Прошлых грехов, то есть согрешения реальных. Моего сегодняшнего состояния, то есть это путь самопознания, это не обязательно грехи, это мои тенденции, там, не знаю, взаимоотношения с людьми, которые я хочу проговорить для того, чтобы лучше их понять. Да? Мои страхи, не знаю, там, трудности, вот это скорее к области советования относится, да? И будущее, это мои цели, которые я себе ставлю. Да? То есть вот я поставил себе цель, там, решил, что все, вот я пока не прекращу ругать жену, я вот не слезу с этой исповеди. Пока я не прекращу... Ой, интересно, все жены сразу... Сразу все жены... Да, правильно. Вот пока я не прекращу ругать жену за беспорядок в доме, ну, к примеру, я говорю, из своей жизни, да? Я не... с исповеди вот не слезу. Я буду в эту точку долбить, оставлю все остальное просто по сторонам, да? Скажу, что все остальные мы, мысли, там, и так далее, все это не важно. Я вообще поставил духовную цель в своей жизни. Не-не, ну, подождите. Сейчас мы, да, знаете, мы сейчас говорим о нормальных процессах. Если умер, если вчера уже умер и не успел поставить... Знаете, так можно, ну, как сказать, уйти от темы, Вот. Значит, если я поставил себе цель и хочу к ней двигаться... Это, между прочим, Феофан Дотворник, он советует одно что-то выбрать. Я у него это, собственно, взял, но только по-своему немножко переделано. То есть, может, это у меня займет год. То есть, смотрите, если цель поставлена правильно, то это вам займет от трех до пяти лет. А? Нет, ну, всем нам, вам, вам. Вот. Если она поставлена правильно, то есть, вы действительно нашли то, что вам необходимо для богообщения, то это займет много времени. И тогда надо долбить в одну точку. Не рассеиваться на другие вещи. Они могут подождать, может быть. Ну, кроме, если у вас потребность перейти на первую плоскость и что-то такое произошло из ряда вон выходящее, что вам нужно исповедоваться именно в этом. Но в остальном вы ставите себе цель. Это я о будущем говорю, вот этой плоскости будущего. Вы ставите себе цель, говорите, я не буду выказывать свое раздражение. Или я не буду больше в чате писать всякие благочестивые глупости. Да? И поучение моих братьев и сестер, которые в этом чате находятся. Вот меня тянет им там святыми отцами, там, как следует их вразумить. А я вот не буду это делать. И я все время это делаю, тем не менее. Да, вот я смотрю, не буду, не буду, раз забыл, опять написал. Иду на исповедь, говорю, опять я, батюшка, написал благоглупости какие-то в группу. Ну, я, простите, просто немножко юмора нужен иметь. и, может быть, мне займет это пять лет избавиться от этих благоглупостей. Но пока я не избавлюсь, я с этого коня не слезу. Вот это вот последняя плоскость. Так что это не прошлое, и настоящие будущие грехи, а вот так вот немножко более дифференцированно. Вот, и мой вопрос к вам, дорогие, подходит ли этого? Или это просто измышления отца Ильи, которые ни к чему не подходят? Простите, я всё-таки ещё раз прелезу, потому что если есть что-то, где исчезает какая-то тема, то стоит может на неё указать. Просто, что это есть. Исповедь может длиться полторы минуты, две, три. За это время священник открывает своё сердце этому, может быть, совершенно незнакомому человеку, он его любит во Христе. То, что я сказал в самом начале, человек приходит на исповедь не к священнику, к Богу, но Бог даёт священнику какое-то восприятие этого человека. Я тут один вопрос такой читал случайно. Ну вот, и этот человек принимает слова священника как от Бога, горе, если священник считает, что это всегда у него так и бывает, но это так уже не бывает у нас. Но есть феномен. Человек сказал что-то от сердца, и священник ему от сердца ответил, а в сердце того и другого был Христос. там и прошлое, там и настоящее самопознание вспыхивает, и совершенно меняется ситуация. Это бывает? Я думаю, что это совсем не так редко бывает, как нам кажется, потому что исповедь есть по-настоящему таинство церкви. если это происходит и исповедь на месте. А мы говорим сейчас немножко вокруг до угла. Но сделать это искусственно нельзя. А что это, я уверен у всех своих собратьев, что это происходит просто вот так вот воочию факт, чтобы вы просто не отчаивались. Ну тогда я начну. Там есть ответ на этот вопрос. Нет. 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 Да. понимаю. Просто у меня тут тоже уже лежат вопросы. Мне придется немножко выбирать. Значит, несколько вопросов на тему духовников. Исповедоваться ли у одного или у разных, как искать духовника и зачем, если исповедь это разговор напрямую с Богом, то зачем нужен посредник? Но тут отец Николай сейчас уже отчасти ответил. И еще. Это не посредник, это общее таинство церкви среди наш. Как искать духовника и нужен ли он или можно исповедоваться с недель на неделю у другого священника? И тоже кто-то мне говорил о такой практике, что бывают люди, которые нарочно исповедуются всегда у разных священников, чтобы это оставалось более-менее анонимно. Да, я начну с последнего. Когда мы бегаем от священника к священнику, выпрашиваем, выклянчиваем себе благословение, то ничего хорошего из этого, конечно, для нас же с нами потом не происходит. Это, наверное, понятно. Как искать себе духовника? Я думаю, тут надо просто прислушаться к своей интуиции и руководствоваться своей интуицией. Подходит, тебе нравится этот человек по мировоззрению, по всему, именно даже как человек. Это очень важно, уже с ним приходится общаться многие годы на важные темы. Как раз же это следующий был вопрос Анастасии, что по каким вопросам обращаться к духовнику, безусловно, за важными вопросами, что духовник может жить даже в другом городе. То есть, ты можешь готовиться к причастию, и когда у тебя нету каких-то тяжких грехов, ты исповедуешь вставу батюшки, приход которого ты посещаешь. Какие-то важные вопросы жизненные, благословения, покаяния нужно приносить и просить у священника, который является твоим духовником. Вкратце так. тут еще целый ряд вопросов, так что... у отца Андрея вопрос. Я прошу прощения, что мне надо на работу, сейчас скоро, уже через 40 минут пойти. Я хотел вот такие размышления краткие предложить, что есть такое описание с 9 века из Бизантии, и там был один протоспофари, чиновник, ему предписали покаяние, и спросили, исполнил ли он на это предписание, он говорит, да, исполнил. А кому ты принес покаяние? Он говорит, я не знаю, но он был священник, он говорит, я не знаю, но он был столбник много лет, я имел к нему веру, и я покаялся. То есть, вот этот момент именно не наложение, не молитва, не эпитрахиль, а именно факт вот этой в буквальном смысле метанои, изменение умонастроения, он имел место. Другой момент, что когда я стал диаконом, я почувствовал, что я стал христианином, что я должен быть в церкви каждую неделю, причащаться, и, значит, в древнем смысле слова христианином, значит, что я не хожу, иду на исповедь, когда я чувствую что это необходимо, и как-то я жил у одного игумена, он сейчас греческий епископ в Шотландии, и он мне сказал, ты знаешь, миряне, они живут лучше, чем мы, как мы можем на мирян налагать такие бремена, которые мы сами не несем, и вот это связано с тем, что Ладыка Ио вчера говорил как раз о литургии, о том, что мы как-то, мне кажется, потеряли из виду вот этот статус христианина, что это посвященные люди через крещение, это не просто посомы, а это именно мы все один народ Божий, мы в сане, другие люди через крещение несут христианское служение, но антологически мы одно, и вот это такие мысли, которые я хотел предложить, простите. я хотел поблагодарить вас за обсуждение, у меня возникла такая мысль, вот вчера действительно в докладе Владыкиова была фраза о литургии как педагогики и мистагогии, и вот немножко я слышу какие-то похожие вещи, отец Николай больше говорит о том, что это мистерия, какое-то такое таинство, которое происходит, и мы можем что-то испытать и получить с открытым сердцем, с другой стороны есть рациональная сторона. И вот такой аспект, мне кажется, что духовный рост, который может происходить благодаря исповеди, его процесс, он в каком-то смысле полностью противоположный всему тому, что мы привыкли в обучении. То есть, когда я нахожусь в школе, или я преподаю, или я учусь, у меня есть какой-то план, движение, процесс, и любой учитель, он, конечно, ждет, что ребенок как-то откликнется, и у него у самого возникнет интерес, но, тем не менее, у учителя есть план, и учитель всегда как-то поможет продвинуться вперед. А в исповеди, как я ее понимаю, все наоборот, потому что, конечно, мы ждем, что человек сам поймет, что ему нужно, и сам куда-то продвинется. Но вот, может быть, какой-то баланс здесь был бы хорош. Я в этом смысле могу ответить вот на идею этой модели. Мне кажется, что она очень хорошая, и она очень оптимистичная, потому что конструктивная, потому что она всегда может подсказывать, что даже если на этой неделе не так много чего произошло плохого, то я знаю, как я могу подумать о будущем. С другой стороны, у меня всегда было впечатление, что на высповеди есть гораздо больше места для покаяния, и чуть-чуть, может быть, изредка ты имеешь право как-то подумать о своем именно росте, который не относится к покаянию. Не только потому, что времени мало, но и потому, что это немножко нечестно приходить на таинство покаяния с каким-то рассуждением о своем духовном росте. Вот я не знаю, может быть, какие-то у вас есть мысли про этот аспект педагогики, которая по-другому повернута, чем исповедь. Да, тут Настя говорит, что очень вкратце. Мне кажется, что духовный рост и покаяние это вообще одно и то же. И если смотреть на исконный смысл этого слова, как мы все время об этом говорим, то это изменение себя. И поэтому духовный рост и есть изменение себя, и покаяние есть изменение себя. Значит, они тут в этой точке как раз-таки сходятся. Так что если ты ставишь себе целью или я ставлю себе целью изменение себя, то это как раз вот оно и есть покаяние. Вот ты прям попал туда, куда и хотел попасть. Так что другое дело, что действительно у нас определенное такое табу стоит на достижениях. Если мы говорим, что я хочу достичь того-сего, то я ни в коем случае не должен в какой-то момент сказать, что я достиг того-сего. Иначе это уже какое-то отклонение. Поэтому тут действительно в моей модели есть определенное такое внутреннее противоречие. Но мне кажется, что оно разрешается на каком-то духовном уровне. Вот я, например, это несколько раз пережил сам. Я это испытал как освобождение. То есть я стал свободен. И мне нетрудно сказать, что я этого добился или достиг божественной помощи, конечно, божественного духа. И ну просто как исцеление души. Почему нельзя исцелиться душой в конце концов. Считаю, что да, и вылечился. То есть по-моему это неплохо. Это есть молитва, что пришел виси в лечебницу до не исцеля на тытише. Тут такой вопрос. Как избавиться от холодности на исповеди? Он по-моему касается и того, ну вот. Мне кажется просто нужно понимать, что исповедь происходит еще задолго до того, как человек пришел к кресту и к Евангелию. Он исповедуется уже в принципе можно сказать дома, готовясь к покаянию. Он созревает как красный помидор. Будучи зеленым, потом потихонечку становится розовым и красным. А приходит к кресту к Евангелию, уже зафиксируя перед Богом, изливая душу то, что у него произошло и получая через священника от Господа отпущение грехов. Поэтому к исповеди тоже нужно готовиться, а не просто выбежать с автобуса, прибежать к кресту к Евангелию и с бумажки прочитать то, что у него там написано. Это мало похоже на покаяние. Это как отец Николай сказал, получить зеленый свет только к чаше. Поэтому точно так, как мы к причастию готовимся, читаем каноны, акафисты, созреваем мысленно к тому, что мы будем принимать величайшую святыню. Точно так мы готовимся и к великому таинству покаяния. Если нету каких-то еще острых вопросов и замечаний, тогда бы я попросила там, там есть. Я, к сожалению, кое-какие вопросы с бумажек тоже опустила. Вы сказали, что нужно предупреждать батюшку, что если подходишь к причастию без исповеди. Если вот это как мы строим часто путешествуем по разным городам, если, например, причащаться в разных местах без исповеди, каждый раз нужно ли уведомлять об этом батюшку, если это новый приход, другая церковь, или же можно, допустим, у себя исповедоваться раз в месяц, то есть проводя анализ своей жизни или желательно у духовника, если получается, и тогда путешествовать по разным местам, причащаться без исповеди. Возможно ли такое? Или нужно тогда предупреждать батюшку? видишь, если у тебя отношения с твоим духовником, и ты в него исповедуешься, и приезжаешь в совершенно другой приход, и у тебя есть благословение духовника причащаться, то ты можешь причащаться, но, конечно, нужно священника как-то предупредить, чтобы он вообще знал, кто к нему подходит, если вы не знакомы, если вы знакомы, это другое дело. Да, вот если ты ко мне приехал на приход, например, мы с тобой знакомы, то, пожалуйста, я тебе доверяю, что ты знаешь, что ты делаешь. Ну и еще один, это совсем другой аспект, но боюсь, что он может быть важный из чата в Ютубе. Во время исповеди о наболевшем касательно войны на Украине священнику, который имеет очень одностороннее мнение, начинаются политические дебаты, и после исповеди еще тяжелее, чем до нее. Как быть в таком случае? По-моему, здесь два вопроса. Один это про политические дебаты, а второй вопрос о том, как быть, если после исповеди еще тяжелее, чем до нее. Я попытаюсь ответить на этот вопрос. Я считаю, что священник на политические вопросы во время исповеди не должен обсуждать. А что касается мнения церкви, то наша церковь высказалась по поводу военных действий. мы осуждаем и молимся о мире в скорейшем на Украине. Поэтому политические вопросы, мне кажется, неуместны во время исповеди. я внимательно прослушал все, что говорилось. Скажем, одно я вижу, это идут взаимно обвинения. Верующие обвиняют в священниках в злоупотреблении власти, в том, что они не доверяют своим им самостоятельно принимать решения. А пастори обвиняют исповедников в том, что они не готовятся, что они неправильно подходят или стараются получить только зеленый цвет на чашу. Я думаю, такого вида обвинения они не очень к цели. Конечно, это интересно обсудить, но мы сегодня старались как-то что-то выяснить и действительно какие-то проблематики затрагивать. И я вижу, что с другой стороны в этой беседе сейчас было видно, что действительно есть совершенно разные подходы к исповеди разных наших священников, но есть при этом очень много общего. И общего с одной стороны это просто обычаи и правила русской православной церкви. и я думаю, мы убедились сегодня, что практика украинской церкви не сильно отличается от нашей церкви. Но есть вещи, которые просто общие, потому что исповедь есть такой, как он есть. конечно такой вопрос, который стоял за этим всем, за эти беседы. Вопрос нужно ли что-то поменять в нашей практике или все-таки все более-менее хорошо, как она есть. И этот вопрос по-моему сегодня не решился. мы сегодня видели, что исповедь во-первых мы видели, что исповедь действительно и действует, и работает, имеет позитивные стороны, но есть и проблемы, которых мы не могли определить точно в чем они зависят. я вижу, что эта тема действительно для нас горячая, я согласен с отцом Ильей, что на самом деле исповедь должен представить собой, это вопрос еще не выясненный, еще не до конца осмысленный, и ну я думаю это хорошо, что мы все сегодня получили основные позиции и факты, чтобы дальше над этим думать. Владыка, Марк. Я не присутствовал при всем разговоре, но я могу сказать одно, что мы с обеих сторон, со стороны священнослужителей, так же, как и со стороны прихожан, должны разорвать один заколдованный круг. Это неправильный связь между исповедью и причастием. Над этим мы должны очень серьезно работать. Есть люди, которых мы изредка исповедуем, а почаще причащаем, но таких людей немного. Почему? Потому что немного людей, которые регулярно приходят на исповедь. А это можно сделать только с такими людьми, которые сознают свою греховность и которые готовы прийти хотя бы в среду или в четверг, или в воскресенье, или в понедельник. То есть не связывать это таинство исповеди с таинством причащения и которые для этого найдут время, потому что в эти дни священник легче найдет время, чем в субботу или воскресенье. Это заколдованный круг, который у нас, к сожалению, развелся, и его надо серьезно разорвать. Это легко возможно, и я думаю, что мы все осознаем эту проблематику и можем над этим работать. Я просто бы хотел поделиться практикой в нашем приходе. У нас вечерние службы проводятся в пятницу вечером и в субботу вечером всегда. И там мы всех призываем исповедоваться по вечерам. И даже как-то настоятельно так требуем до некоторых. Ну, естественно, с исключениями. А, и перед праздниками, да, перед большими праздниками мы говорим, что исповеди заканчиваются за неделю до праздника. И это мы делаем для того, чтобы духовная подготовка к празднику, чтобы мы отвлеклись от себя, переключились на содержание праздника. Особенно Пасха, где там страстная неделя. Нужно как-то впитать в себя вот это содержание, а ты когда все время а что я там согрешил, а что я там должен исповедоваться и тогда. То есть ты должен от себя переключить человек на Христа в конце концов. Но неважно. Это я хотела сказать, что мы требуем, если человек приходит на исповедь, то обязательно с вечера. Это очень важно, потому что там мы реально можем посвятить время. Тут какой-то компромисс мы нашли просто, что у нас там трое-четвер священников обычно исповедуют. По вечерам мы можем остаться и подольше и тогда можем посвятить какое-то время. По утрам это просто какая-то фабрика кухня такая, это невозможно. всем участникам спасибо большое владыкам за ваши комментарии, за ваше резюме, которое вы дали. И мы потихонечку будем переходить к следующему нашему докладу. У нас следующий доклад посвящен теме полилея. КОНЕЦ